приветствую всех на канале и 3d код давайте разберемся как здесь сделать болванку персонажа какие процессы здесь происходят как все это дело выглядит так опять нам понадобится воксельный скульптинг и вот здесь в окошке вы видите что опять же можно брать сферы можно брать вот куб цилиндр можно использовать два варианта именно уже готовых персонажей вот эти вот болванки можно уже их изменять тянуть все то что я делал именно с бюстом вот этого черепа подготовка к персонажу ну давайте посмотрим как происходит именно изначально какие варианты есть по примитивным болванкам эти уже вроде такие навороченные я уже с такими тоже ролики снимал так давайте откроем вот эту наверное сферу на нее левой кнопкой мыши нажимаем правая кнопка мыши приближает отдаляет левая крутит вертит середина переносит в разные углы так поставим с английская симметрию по иксу вот у нас симметрия установилась вот такая штукенция и задний фон давайте вот это все дело чуть-чуть выставим нажимаем на камеру сюда и задний фон добавить находим выбрать изображение задника заходите в папку где у вас находится вот эти именно задний фон и скачивать можно в интернете открывайте какой подойдет вот у такой со скульптой с альфа 6 мне нравится так погнали имеем сферу дам тут можно добавлять к этой сфере можно еще вот как в блендере я делал забрать добавлять сферы 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 и со сфер моделировать именно болванку ну давайте нажмем пробел найдем примитивы здесь вы вверху видите что очень много примитивов можно любой выбирать но нам нужна сфера и вот за вот этот манипулятор можно ее подвигать сейчас ближе подвину вот так все это сделать здесь выглядит и вот вот эта полоса центральная вы левой кнопкой мыши за нее тянете и она уменьшается или прибавляется в зависимости от части тела которая которая вам нужна ну давайте это вот так вот оставим применяем вот вы видите что она соединилась на одном так сказать саптуле теперь можно сделать еще нажать пробел добавить еще один именно примитив и уже здесь его сделать или два вот так вот пусть у нас симметрия стоит разводить когда или просто опять же его увеличить вот так и приподнять кверху опять же жмем можно теперь создать новый и по слой и применить правая кнопка мыши вверху есть переименовать можно нажать допустим написать грудь и enter вот теперь это будет у нас грудь если мы ее отключаем она исчезает так это тоже понятно давайте теперь рассмотрим как сделать руки заходим жмем пробел находим так где она здесь кривые вот она кривая здесь высвечивается настройки окошко и погнали все это дело сейчас что нибудь делаем прибавим немного радиус вот появилась сфера и нужно теперь ее вот присоединить именно к этому объекту колесиком уменьшаете уменьшается сфера вот так вы ставите ctrl z можно нажать удалить кривую и вот так все это дело установить следом щелкайте рядом у вас появляется еще вот такая вот штука здесь теперь перемещение только через alt потому что у вас уже не будет поворота левой кнопкой мыши alt зажимаете и вот можно все это дело здесь крутить вертеть чтобы передвинуть если что-то не так установилась жмете двигать значок и подставляете туда куда вам надо одну вторую сферу смотрите с разных ракурсов чтобы никуда ничего не ушло опять же можно вглубь завести и добавить еще посередине а правая кнопка мыши уменьшает если вы ведете вверх-вбок там вверх-вниз то она уменьшает или прибавляет вот эту вот сферу так добавить можно еще вот сюда также можно все это дело если слишком длинное уменьшить где-то что-то сплюснуть и вот так вот правая кнопка мыши убрать так зажимаете alt левая кнопка мыши все это можно подкрутить колесико зажатая увести и теперь допустим вам нужно выдавить что-то вот еще вытянуть с этой сферы вот можно теперь поставить выдавить выдавить вот этот q английская зажать control и вот так все это дело вытянуть следом добавить еще сферу это ее правой кнопкой мыши уменьшить это вот будет пускай палец следом вот эту еще можно уменьшить опять же зажимаете control и вот с этой сферы можно еще вытягивать палец опять же делайте тоньше если нужно что-то подвинуть передвинуть опять же включайте двигать и вот так можно каждую сферу изменить ну и также можно сделать все пальцы опять же ставить выдавить вытягиваете палец уменьшаете его правой кнопкой мыши и добавляете фаланги потом все это дело можно будет передвигать уменьшать опять же control вытягиваете тоньше делаете добавляете фалангу жмете двигать и вот так все это дело преобразуется в пальцы следом жмете здесь можно еще вот такая штука так вот это можно еще уменьшить это что-то еще можно передвинуть это вот на плечо поставить поближе где-то вот так вот и вот можно изменить вот эти соединения вы нажимаете вот здесь вот профиль и стоит прямой есть полусфера но допустим вы так вот так вот нажимаете стрелка вот получается стрелкой получается мышцы вот она закругляется вы видите более плавно становится вот так вот вот так она выглядит прямой так ну вот это так же можно всю модель собрать это типа the sphere of the brush похоже ну и теперь как можно по другому сделать ноги допустим да находим так это мы применим вот теперь руки есть и можно пробелом нажать на какую-нибудь кисточку и можно опять же это все дело посадить потом на слой до этого вот как вы отключаете применение жмете слой переименовываете и у вас получается отдельно руки так теперь нужно найти сферы в инструментах есть такая штука сфера скоблить вот она сфера можно еще с нее делать именно вот эти вот ноги части тела ставите сглаживание штриха вот это вот чтоб она мягко шла зажимаете опять же ctrl так ctrl z радиус можно немножко и повысить ногам кисточка чтоб побольше была можете в бок вот так вот вывести поставить инверсию и вот здесь вот можно чуть-чуть вот так вот подрезку сделать интенсивность правая кнопка мыши уменьшает полоску красную или вот здесь вот давление меньше ставить так теперь инверсию можно выключить и вот от этой части вот так вот провести ноги так это слишком толстые перо чуть-чуть уменьшаем и вот так вот можно нарисовать ноги так же можно нарисовать шею и словом можно так сделать тоже полностью персонажа ну вот что-то в таком духе здесь происходит ноги руки таз и теперь можно все это дело пролепить выбираем допустим вот эта кисточка быстро форм хорошая но надо ставить поменьше ей давление прям где-то до двойки тогда она нормально рисует без перебора вот на тело теперь можно переключиться вот вы видите как она добавляет массу очень хорошо так сглаживание можно поставить еще здесь вот можете все это дело выглаживать добавлять допустим вот грудь можно уже модель полностью рисовать опять же рисуете и выглаживаете так ну еще подобрать нужно кисть какую-нибудь вот глина давайте попробуем глина как она рисует поменять можно материал нажав на него так я поставлю свою любимую красную глину многие ее не любят конечно но так шифт-альт левая кнопка мыши выравнивает модель так все это дело перетягивается давление давление немножко побольше можно поставить вот уже мышцы наращиваются глина нормально работает так посмотрим как работают эти кисти вот так вот надо просто подобрать так 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 c c c c выглаживает ctrl z так пробел можно добавить подразделений чтобы это все дело лучше рисовалось шифтом все это дело выглаживается шея и где то что то добавляется долепливается по моему прикольная штука ну вот есть такие вот варианты по созданию именно вот болванки болванку можно полностью создавать вот из сфер рисовать и можно вот именно используя вот эту функцию которая находится в объектах кривые вот так все всем пока до свидания вот такая вот информация как здесь более менее начать делать маломальскую болванку ну и уже можно также лепить по готовым болванкам закидывайте свою болванку допустим из другой программы и уже с ней здесь можно работать все всем пока до свидания и и и и и